Уши не те. Этой осенью в соцсетях заговорили о двойнике кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Во время церемонии, посвященной памяти жертв теракта 11 сентября, Клинтон стала плохо. Она едва не упала и даже потеряла ботинок. Однако уже через некоторое время политика вышла к прессе и заявила, что прекрасно себя чувствует. Некоторые посчитали, что эта веселая Клинтон была не настоящей. Конспирологи обращают внимание на кончик носа, мочку ушей и слишком худые ноги фальшивки. Зачем кандидату в президенты двойник, понять можно. Но кому выгодно быть похожим на знаменитости и у кого из звезд есть двойники в Сибири, расскажут мои коллеги. О сходстве с голливудской актрисой Анжелиной Джоли Анастасия Дырей окружающие напоминают постоянно. Причем чаще всего в такси. При встрече с этой пассажиркой водители не упускают возможности проверить свое искусство обольщения и чувство юмора. Водитель меня задал вопрос. Сейчас здесь повернуть или повернуть ли здесь. Ну, в общем, какой-то о дороге. И я ему говорю, да. И он прям, фу, вы русский человек. Вы не она. Вы просто зеркало заднего вида. Очень похоже. Чтобы походить на актрису, Анастасии даже профессиональный макияж не нужен. Хоть сейчас отправляйся на вечеринку в образе миссис Смит или Лары Крофт. Тем, кто на знаменитость похож в меньшей степени, придут на помощь стилисты. Подчеркнуть сходство со звездой намеренно ради запоминающегося образа – выигрышный ход, к примеру, для корпоратива. Индустрия красоты шагает далеко вперед всеми мильными шагами. И буквально пара штрихов, и человека можно сделать похожим на ту звезду, на которую он хочет. Мы решили провести эксперимент. Нашей коллеге Татьяне Салимовой часто приходилось слышать, что она похожа на одну из главных героинь популярного сериала «Игра престолов». Под прицелом камеры стилисты попытались превратить томичку в легендарную «Матерь драконов». И вот что получилось. Для артистов омского шоу-пародий «Самозванец» переодеваться в звезд работа. Хотя без макияжа внешнее сходство вовсе отсутствует, в портфолио каждого пародиста десятки образов – Агузарова, Аллегрова, Леонтьев. Но публика требует миниатюр с кумирами нового поколения, в то время как опытным самозванцам изображать 20-летних уже не к лицу. Очень часто спрашивают Крида, очень часто спрашивают Ёлку. Это вот сейчас новомодные, они очень востребованы у молодой публики. Но мы уже в возрасте не можем их работать, не можем их показывать. Одни оттачивают актерское мастерство, другие – собственное тело. Подравнивают нос, срезают лишние килограммы. 19-летний Джордан Парк из Британии сделал десятки пластических операций, чтобы походить на Ким Кардашьян. На свои эксперименты зарабатывают, участвуя в телешоу. Но если это клинический случай, то для большинства двойников косметика остается предпочтительнее скальпеля. Они говорят, перевоплотившись в звезду, главное вовремя успеть спуститься с небес и сохранить свое лицо. Динара Ганеева, Светлана Иловнарова и Павел Теунов. Новости здесь, Омск.